Я знаю, что вы потеряли сына на Майдане, и вот сейчас человек, который обвиняет, возможно, в том числе и в гибели вашего сына, он просто сбегает. Как вы думаете, почему это вообще возможно? А он не просто сбегает, я так думаю. Я просто хочу сказать по поводу вот этого Тимура, не запомнила фамилию этого человека, который говорил о том, что у него у бедного трое детей. А моего сына, которому 22 года, уже никогда не будет детей, благодаря таким, как вы. Потому что те люди, которые работают в милиции, должны быть образцом порядочности и честности. Они вести себя так, как себе позволяли вести представители Беркута в суде. Позволяли себе хамить родственникам погибших. Позволяли себе в открытую психологически давить на людей. Угрожать и говорить впрямую о том, что такие, как они, нужны власти любой. И поэтому их защитят. И я бы хотела тут еще такой вопрос сказать по поводу... Борислав Береза сказал, что они считают, что они правы. Нет, они не считают, что они правы. Они считают, что их прикроют, потому что они нужны любой власти. Именно так это и выглядит. А по поводу Садовника хочу сказать, в чем я с ним абсолютно согласна. Что именно Берку пытаются прикрыть. А где были остальные группы, по которым не идет расследование? Например, тот же Грифон и же с ними Альфа. Где расследование по этим спецподразделениям? Почему что вы можете сказать этим людям? Вы слышите, что они говорят вам? Да, конечно, слышу. И хотел бы, чтобы они обратили внимание на то видео, когда происходят стычки под судами, между сотрудниками милиции, действующими и бывшими, которые приходят поддержать просто ребят. Они просто стоят и можете просто посмотреть видео. Люди не ведут себя неадекватно. Люди не бросаются камнями, как это делают ультрасы, которые приходят и пытаются спровоцировать конфликт. И даже во время конфликтов они просто разворачиваются и уходят. И не вступают в драку, когда после этого обвиняют их просто... Ну, во всех телевидениях рассказывают о том, что они трусы сбежали, понимаете? Они просто не хотят вступать в конфликт. Уже наконфликтовались. Хватит. И люди просто хотят, чтобы проводилось какое-то законное следствие. Понимаете? Уже наконфликтовались.